В Дворце Республики ожидает прибытия делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания уже в полдень. Открываем масштабный форум. Перед участниками выставит президент Беларуси Александр Лукашенко. Во Дворце Республики работают наши передвижные студии. И на связь вновь выходит Сергей Волек. Сергей, еще раз доброе утро. Интересуют последние подробности. Началась ли регистрация делегатов? Сергей, доброе утро. Регистрация делегатов началась и она проходит активно. Здесь уже делегации Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей. Надо отметить слаженную работу организаторов форума, потому что никаких задержек нет. Делегации очень быстро проходят во Дворце Республики. Затем делегации направляются на фотографирование. Здесь сегодня невероятно красочно, поэтому, безусловно, это будет памятная фотография, историческая фотография для каждого участника собрания. Прекрасная атмосфера. Делегаты разных областей непринужденно общаются. Я напомню, что всего на 5-е Всебелорусское собрание избрано 2,5 тысячи делегатов от всех областей и города Минска. И мы попросили у них поделиться своими ожиданиями от сегодняшнего форума. Все белорусские народные сходы, как вечер, как сбор тех людей, которые представляют интересы народа, в общем, всех социальных групп населенства Украины. Это в традициях народа Беларуси, в традициях наших прашуров, наших близких попередников. И безумовно в традициях сегодняшнего часу, когда есть мягчимость, выстинное, меркование часом самых складанных и непростых проблем. Ежегодно преврастает город юными минчанами, и это, бесспорно, радует. По инвестпрограмме мы запланировали строительство 27 дошкольных учреждений. Если назвать географию этих объектов, где они будут построены, то это практически все те микрорайоны новые, которые закладываются сегодня в строительство в городе Минске. Конечно, это является сегодня приоритетной задачей формирования инвестпрограммы на следующую пятеретку. Хотелось бы, конечно, чтобы на этом собрании затронули вопросы развития науки. И, в частности, конечно, это изменение климата. Хотелось бы затронуть вопросы по изменению и развитию каких-то суперкомпьютеров, численного моделирования, для того, чтобы мы могли раньше предупредить наше население, чтобы было готово. Конечно, в первую очередь волнуют нас молодые кадры. К сожалению, в нашей стороне чистых синоптиков у нас не учат, но есть такая специальность на геофаке, в БГУ, то есть гидрограф-метеоролог. Но это как бы не чистый синоптик, поэтому после, когда они к нам приходят, приходится их еще отправлять дополнительно на курсы повышения квалификации в наше сопредельное государство. Я отмечу, что на пятом Всебелорусском собрании рекордное количество зарубежных гостей не представляют 55 стран. Менее двух часов остается до официального открытия форума. Это произойдет в 12 часов ровно. Со вступительным словом обратится президент Республики Беларусь. Затем Александр Лукашенко выступит с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития страны. И потом уже ожидаются выступления других участников и делегатов Всебелорусского собрания. Беларусь один в дворце Республики работает широко. У нас две студии, поэтому по максимуму покажем все самое интересное. Здесь же в дворце Республики в 11 часов откроются горячие линии. Сообщается, что будет работать 7 многоканальных телефонов. 14 операторов непрерывно будут принимать звонки граждан с какими-то пожеланиями, либо проблемами. Ни один телефонный звонок не останется без ответа, говорят организаторы форума. Сергей, у меня все к этому часу. Спасибо, Сергей. Ну и как правильно вы отметили, уже менее чем через два часа в дворце Республики откроется 5-е Всебелорусское народное собрание. Участие в нем примет президент Александр Лукашенко.